Поговорим теперь об операции масштабирования. Масштабирование осуществляется с помощью горячей клавиши S. Если мы нажмем S и будем двигать объект, то движение вправо будет увеличивать объект, движение влево будет уменьшать объект. При этом, если мы зайдем слишком далеко, то увидим, как наш объект отразится от точки вращения. И дальше будет также увеличиваться. Почему это так происходит? Если мы вбиваем положительное значение масштабирования, например, S и 2, увеличили объект в два раза, то он увеличился в два раза и остался в той же конфигурации, в которой и был. Если бы мы, например, вбили S минус 2, то он также увеличивается в два раза, но отражается от этой точки. То есть мы одновременно произвели две операции. Также существует возможность, как и с перемещением и вращением, увеличивать или уменьшать объект по инкременту. То есть нажимаем S, удерживаем Ctrl, и наш объект будет увеличиваться или уменьшаться, если вы посмотрите на цифры внизу в горизонтальной панели, по инкременту 0,1. Таким образом, мы можем достаточно точно настроить нужное нам значение. Опять же, если нам нужно какое-то определенное число, мы можем всегда его также выставить в панели Transform, вызвав цифровую панель с помощью клавиши N. И здесь в разделе масштабирования мы увидим цифры. 1, 1, 1. Мы можем выделить все три поля, как я уже говорила в видео про перемещение. Нажать 2, например. И таким образом объект у нас увеличится в два раза по всем осям. Если мы хотим ограничить масштабирование объекта только одной конкретной осью, мы можем нажать клавишу S, затем выбрать нужную нам ось, например, Z, и нажать нужное цифровое значение или растянуть объект вручную. Я нажму 2. Таким образом, наш конус растянулся по оси Z. При этом, как мы видим в панели Transform, остальные значения у него не поменялись, только оси Z. Хочу очень важный момент тут подчеркнуть. После того, как вы в объектном режиме произвели какие-то манипуляции с масштабированием, а затем перешли в режим редактирования и хотите что-то сделать, или, например, вы хотите скульптить этот объект, то очень важно сбросить масштабирование. Что значит сбросить масштабирование? Сейчас, хотя у нас объект перед нами и ось Z у него показывает двойку, мы думаем, что с таким объектом мы будем работать. На самом деле нет. Мы будем работать с тем объектом, который был, когда у нас все параметры масштабирования стояли на единице. Сейчас у нас ось Z растянута. То есть все операции, которые мы будем производить, будут производиться в таком искаженном масштабе. Для того, чтобы этого не происходило, после того, как вы отмасштабировали или, например, повернули объект, вам нужно сбросить эти манипуляции, то есть сбросить все параметры на единицу. Но если мы просто вобьем здесь один, то, естественно, объект вернется в то первоначальное положение, от которого он и считает. Поэтому вот у нас есть наш измененный объект. Мы жмем сочетание клавиш Ctrl-A и сбрасываем, в данном случае мы сбрасываем масштабирование. Все. Объект наш остался таким, каким был, но при этом у него теперь по оси Z стоит значение 1. То есть вот именно этот объект будет у нас считаться оригинальным. Все изменения будут происходить относительно вот этого данного размера объекта. и ни с какими проблемами мы в дальнейшем не столкнемся, которые будут связаны именно с этим. Также, опять же, если мы поставим S в значение 0,5 и вернем конус в его изначальное положение, то у нас все оси сбросились в 0,5. Мы меняли только по оси Z, поэтому давайте для частоты эксперимента я 1 и 1 поставлю по X и Y. Вот мы вернули в конус изначальное положение. Казалось бы, это тот конус, который мы создавали с самого начала. Все должно считаться от него. Нет, на самом деле нет. Так как мы сбросили масштабирование на нашем высоком конусе, увеличенном по оси Z, то теперь все измерения идут от него. И поэтому теперь наша ось Z считается 0,5. И, соответственно, все изменения, которые мы будем производить, будут в таком вот ужатом виде, потому что ось Z будет считаться от единицы, от его настоящего объема. А настоящий объем его сейчас вот такой вот у нас. Короче говоря, обращайте на это внимание. Это очень такая частая проблема, проблема возникающая, когда вот эти параметры не сброшены. возникает какое-то неправильное поведение при скульптинге, какое-то непонятное поведение при полигональном моделировании и так далее. Что-то как-то там неправильно сглаживается и так далее. Всегда проверьте, что у вас эти параметры сброшены. Лишний раз убедитесь в этом. Это вам пригодится много раз. И опять же, о точке вращения и о том, как она связана с объектом. Осуществляя вращение в объектном режиме, мы вращаем не фактически геометрию, а вращаем точку вращения. То есть вот эту центральную точку объекта. Так как объект связан с ней в режиме объектном, то он вращается так же. И мы считаем, что поворачиваем объект. Но помните всегда о том, что в объектном режиме все-таки мы поворачиваем точку вращения. И соответственно, вот эти координаты в панели трансформации, что связаны с положением, что связаны с вращением, что с масштабированием, они запоминаются вот для этой точки. Которая связана с объектом, но связана с объектом, как мы уже видели в видео про перемещение, она может быть по-разному. То есть сам объект может быть находиться в другой точке сцены, повернут может быть по-другому, при этом у нас здесь будут все координаты на нуле. Это кажется не совсем понятным, на первый взгляд, если мы не принимаем внимания того факта, что осуществляя как раз трансформацию в объектном режиме, мы осуществляем трансформацию именно с этой точкой, которая запоминается и передается соответственно объекту. К вопросу о масштабировании, как опять же это может нам помочь, все вот эти операции, которые мы осуществляем, они осуществляются с точкой вращения. Объект увеличивается, так как он связан с этой точкой. Если мы перейдем в режим редактирования и выделим весь объект снова и увеличим его, например, в два раза с помощью клавиши S и нажатия двойки на клавиатуре, то мы увидим, что наша геометрия, именно сама геометрия объекта увеличивалась в два раза. При этом при переходе в объектный режим мы видим, что масштаб его не сбросился. То есть как был единицей, так и остался. И это говорит нам о том, что геометрия не связана со своей точкой вращения. Мы вошли в режим редактирования, и таким образом мы редактировали только саму геометрию. Сама геометрия увеличилась в два раза. С точкой вращения при работе в режиме редактирования мы никаких манипуляций не делали. Поэтому ее масштаб как был единицей, так и остался. Учитывайте это, когда у вас возникнет какая-то такая разница между масштабом, который здесь написан, и масштабом вашего объекта. И просто помните это, когда будете моделировать, и помните, что вы всегда можете сбросить точку вращения, поставить ее в нужное вам место, чтобы как-то скоординировать эти манипуляции с самим объектом и с точкой его вращения. На этом все. Спасибо.